Привет, ребята! Скажите, пожалуйста, было ли у вас хоть раз такое, что вы готовили макарошки, какие-нибудь спагетти по рецепту из интернета или из книги из какой-нибудь, и там было написано или сказано, надо варить до аль денте. И вы такие, аль денте, аль денте, блин, что это значит? Начинайте гуглить или спрашивать у кого-то. И вам говорят, аль денте, ну вот донтист, да, дентологи, денте, зуб, то есть значит на зубок, то есть нужно варить, пока вот раскусить, чтобы можно было, чтобы сыриночка легкая внутри оставалась. И вы такие, вау, я познал кулинарный дзен, теперь прям мамма миа, пампала миа, прям белиссимо, я ж теперь кулинар, начинайте с легким итальянским акцентом разговаривать. Ну, это все шутки шутками, но на самом деле таких терминов великое множество. Большая часть из них уходит вот в профессиональную кухню кулинарам, профессиональным шефам, которые занимаются какой-то среднеземноморской, там итальянской, французской кухнями, но часть таких терминов можно постоянно услышать от блогеров, от каких-то шефов, которые ведут свои кулинарные курсы, в рецептах прочитать. И создается иногда впечатление, что слова-то знакомые, но используются они в каком-то, ну, другом ключе совсем. И надо бы с этим делом подразобраться. Я решил, что у меня на канале же есть рубрика, да, она такая безымянная, где раз в месяц или раз там в пару месяцев я беру какую-то тематику, которая никак не связана с Китаем, и немножечко в ней копаюсь, чуточку глубже, чем вот обычный среднестатистический человек. Несколько дней назад у меня на канале в комментариях случился такой разговорчик с одним из подписчиков про один вот такой термин. И я решил, что да, давайте я соберу, не знаю, с десяток, и потом восемь по итогу у меня получилось, терминов, которые либо вы можете часто встретить очень и не понимаете, что они вообще значат, либо вы используете временами или там люди используют не в том ключе, в котором вы считаете эти термины надо использовать. И то ли повар-дурачок не понимает вообще, какие слова он несет, лишь бы какое-нибудь умное слово сказать, либо вы что-то недопонимаете. Давайте с этим разберемся. И чтобы сделать этот ролик еще чуточку более веселым, я решил пригласить в него своего друга. Он поучаствует здесь виртуально, но поучаствует. Вот посмотрите, есть у меня друг один, он не повар, готовить не умеет, поэтому он у нас сегодня выполнит роль такого обывателя. Мы будем задаваться вопросом, а что это за такой термин? Будем узнавать мнение обычного человека в качестве вот моего друга, его зовут Олег, если что, и потом будем разбираться, прав он или нет, и если не прав, то в чем правда, где она, где, где эта самая правда. Так что давайте не будем сильно затягивать и погнали. Те, кто смотрят футбол, знают, что матчи Евролиги для российского зрителя заканчиваются довольно-таки поздно, даже ночью. И в такое время лучше смотреть дома, на диване, под хорошую еду, которую, кстати, лень готовить. В такой ситуации наши друзья из доставки еды футбенд помогут. Футбенд круглосуточно и по всей Москве сами готовят и сами доставляют вкусную еду. А с промокодом DIMA25 все будет еще дешевле, ведь это достаточно большая скидка на все заказы в любое время, хоть каждый день. В меню футбенд много пиццы прямо из печи, подойдет под просмотр матчи Милана или Наполи. Есть и острое, и веганское, и вообще разные варианты. А если у вас в семье кто-то любит больше роллы, футбенд тоже большой выбор. С лососем, кальмаром, креветками или угрем. Или вот еще гавайский поке. Модная, красивая еда с мясом, морепродуктами и не только. А любителям погорячее советую блюдо вог прямо со сковородки. Лапшу удон, харусами, подтай, баклажанчики. Доставят в прикольных коробочках, прям как в кино. Ну и под футбол, как в лучшем пабе, есть крылышки барбекю, креветки в панировке, но и без большой вкусной пиццы тоже никуда. А еще у футбенд есть франшиза для предпринимателей в регионах. Помогут с ребрендингом уже существующего заведения, дав аудиторию и приложение. Или с открытием новой пиццерии и доставки. Все подробности по ссылочкам в описании. А если хотите просто вкусно поесть, при заказе не забывайте вводить промокод DIMA25. Это скидка на все заказы. Переходите по ссылочкам в футбенд и приятного вам аппетита. Начнем мы это видео как раз, собственно, с того термина, который мы с одним из моих подписчиков пару дней назад под одним из видосов в комментариях и обсуждали. Это слово «гротен». Вы много раз могли слышать это слово у разных блогеров, читать его в различных кулинарных рецептах. И, скорее всего, даже в своей кулинарии, в своей речи временами это слово использовали. Но давайте сначала узнаем, что обычный человек вкладывает, какое значение он вкладывает в это слово, когда его произносят в своей речи. Гратен? Ну, ну, да, «гротен» — это когда ты берешь картоху и такой... Вот так супер тоненько, и потом к херам все заливаешь сливками с мускатным орехом. Вот что такое «гротен». Инфосотка. Готовил пару раз. Да, дружи, если спросить, наверное, 90% жителей России или носителей русского языка, что они имеют в виду, когда говорят слово «гротен», они полностью с тобой согласятся. Какая-то картошка, что-то такое запеченное. Запеченное — да. Так получается, я был прав. Это обычное французское слово, у которого есть дословный перевод. И вообще практически все, что мы сегодня будем обсуждать, если вы знаете французский язык, для вас секретом являться не будет. Так вот, у слова «гротен» есть прямой перевод — «корка». И в кулинарии, вообще в большой кулинарии, когда произносится слово «гротен», имеется в виду нечто сверху запеченное до корки. Обычно имеется в виду две вещи. Первое — это может быть сыр, либо смесь сыра со сливками, который заливают в конце какое-нибудь блюдо типа лазаньи, запихивают в духовку и запекают до пригаренок. Вот эта корка и называется «гротеном». Второй вариант «гротена», который может быть, — это хлебные вот такие вот, я не знаю, кусочки, да, какие-нибудь сухарики сверху, которые также посыпают сверху на какое-то блюдо и подзапекают до пригаренок. И вот эта корка либо из хлеба, либо из сыра и называется «гротеном». Признаюсь честно, я так и не смог выяснить, почему в русском языке и в русской кулинарии там появилась картошка и вообще превратилась это в конкретное блюдо, потому что «гротен», он может быть где угодно, на любой вообще кулинарии, да, на чем угодно может быть «гротен». У вас может быть булочка, которую просто посыпали сыром, запекли еще раз, и вот этот сверху слой, вот эта корка сыра будет называться «гротеном». И если вы будете смотреть каких-нибудь больших зарубежных кулинаров или русскоязычных кулинаров, но профессиональных шефов, имеющих какое-то образование и стажировавшегося в международной какой-то атмосфере, когда они будут говорить «гротен», будет иметься в виду именно какая-то запеченная корка. В основном либо сыр или сырная смесь с молоком со сливками, либо хлебушек, какие-то вот кусочки, какая-то хлебная панировка, запеченная до пригаренок. Такие дела. Переходим к второму пункту. Дальше у нас тоже пойдут французские слова, и теперь у нас будет термин «жюльен». Я думаю, когда я говорю слово «жюльен», вы сразу же что-нибудь себе представляете. Но давайте же выясним, что обычный человек в виде Олега, моего друга, представляет себе, когда говорит слово «жюльен». «Жюльен»? Слушай, чувак, «жюльен» — это когда ты опять же берешь там лучок, грибы, курицу, все к хренам, сливками заливаешь и вот и все. Хотя нет, знаешь, знаешь что? Наверняка какой-нибудь «жюльен» просто придумал эту фигню делать. Вот и все. Наверняка это просто имя чувака. Вот. Вот это я прям обожаю. Обожаю исследовать то, как человеческая лень или человеческая глупость или вместе взятые эти две штуки приводят к появлению целых новых категорий предметов, каких-то товаров или блюд, как в данном случае. И да, конечно, если мы спросим практически любого русскоязычного человека, который любит готовить, при слове «жюльен» он себе представит, ну, вот что-то с грибами в такой керамической штучке, сваренное, запеченное, затушенное. И нет, никакие грибы к этому отношения не имеют. Точнее, имеют, но посредственно. Сейчас расскажу о чем. Единственное, в чем ты, дружи, прав, в том, что «жюльен» — это имя. Правда, не фамилия, а имя. Что было за фамилия у этого человека и кто им был конкретно, история нам не оставила. Но все точно знают, что его звали «жюльен». И что же он придумал? А придумал, ребята, он способ нарезки. То, что в русском языке мы называем нарезку соломкой, вот так вот, как на картинке, это называется «жюльен». Причем в английском языке это стало глаголом. То есть, соответственно, если вы в английском языке хотите сказать «нарезать соломкой», вы можете сказать «жюльенит». То есть, просто не «cut it julienne way» или как-нибудь так, просто сказать «жюльенит». То есть, порезать что-то соломкой. И практически в любом профессиональном кулинарном сленге, когда произносится слово «жюльен» и нет у тебя в меню такого блюда, вы такие, типа, сегодня будем учиться «жюльену». И такие, блин, у нас не планировалось ничего с грибами, я вообще грибы не люблю. А грибы тут ни при чем, хотя их тоже можно порезать соломкой, и это будет «жюльен» из грибов, соломка из грибов. Только солома в английском языке и в любых там других языках обычно все-таки это про трубочку, из которой пить, потому что строго вот солома, да, это вот про питье, либо про солому, ну вот конкретную солому такая, которая вот в агрикультуре используется, да. Но у нас почему-то нарезка вот такими брусочками длинными называется нарезка соломкой, хотя она даже не похожа на солому, поэтому это и называется «жюльен». Поэтому когда вы опять же будете читать какие-нибудь нерусскоязычные или профессиональные кулинарные штуки, какие-нибудь рецепты от хороших умных шефов, и там будет написано, что нам нужно болгарский перчик с жюльеном, не надо думать, что это болгарский перчик, запеченный вот в такой керамической штучке с грибами, там, не знаю, с сливками и прочим. Нет, это порезанное соломкой. Такие дела, надеюсь, вам до сих пор интересно. Переходим к номеру три. Следующий термин, конечно, менее популярен, чем жюльен и гратен, но я лично его слышал многократно, причем у русских шефов, и сначала не понимал, что это может значить, потому что этот термин «конкассе» звучит как-то, знаете, так прям серьезно, классически на французском «конкассе», «хочу себе конкассе». Прикольно, звучит неплохо. Давайте у Олега выясним, что он думает по этому поводу. Чувак, я не знаю, я не знаю, какое-то слово, это что-то на богатом. Ты у меня у нищего чувака спрашиваешь, что такое конкассе. Не знаю, может, это когда ты с помидоров кожу снимаешь, окатывая кипятком. Да, наверное, так. Я буду думать, что это так. На самом деле, если это к богатству и имеет какое-нибудь отношение, то только при условии, если помидор для тебя это какой-то люксовый продукт. Потому что все очень сильно прозаично, несмотря на вот такую конкассе, красивость этого слова, это значит мелко нарезанный помидор. Причем это может иметь отношение и к другим каким-то овощам, часто это используют к болгарским перцам, но основное там в 99,9 в периоде случаев, когда будет произноситься слово конкассе, это будет обозначать, что надо взять помидор, очистить его от кожуры, очистить его от семян и оставшиеся стенки очень-очень-очень мелко нарезать. Такую нарезку и вообще такую очистку вот этот конкассе очень часто используют в сальсе в мексиканской. Есть такой соус популярный, у нас его принято называть сальса, но вообще он называется пико де гайо, нос петуха. Ну вот так вот называется, видимо, соус с названием нос петуха не очень бы прижился в русской кулинарии и вообще в русском быте, поэтому его просто называют сальсой. Логично, логично. И вот эта классическая сальса, где ультрамелко, мелкими-мелкими кубиками порезаны помидоры, порубленные, я бы даже сказал, это и есть конкассе. Слово конкассе с французского переводится как измельчить, то есть измельчить практически в труху, в мелкие-мелкие фракции, в очень мелкие фрагменты. Поэтому относительно применительно к помидорам, конкассе, это вот очень мелкая такая нарезка. Поэтому когда вам скажут в каком-нибудь ресторане, у нас будет конкассе из помидоров на гарнир, вы просто поймете, что это очень мелко нарубленные помидоры с очищенной кожурой и без семок. А семки, кстати, если что, их там перемешать с маслицем, это же вжижка, туда же хлебушек макать надо, это самое вкусное, а вас этого лишают. Давайте переходить к четвертому и закроем этим термином первую половину. Котлета. Да, как бы это странно ни звучало, следующим термином будет котлета. И вот подумайте, да, мне кажется, я могу угадать, что вы в голове себе рисуете, когда произносите или слышите слово котлета. Но, а выразит ваше предположение Олег, наш обычный сегодняшний обыватель. Как бы это тоже странно ни звучало. У тебя одним из пунктов вопрос про котлеты? Котлеты? Это как через мясорубку всякое прокрутил, такой бац-бац-бац-бац-бац, чтобы там воздуха внутри не было. На маслице опа-опа, короче, все едят котлеты, все, у каждого есть семейный рецепт котлет. Что ты гонишься вообще? Ты что это вообще включил в выпуск? И вот тут вот достаточно мутная история, потому что слово котлета с французского, опять же, имеет прямой перевод на русский язык. И значит оно косточка. Маленькая, тоненькая косточка. И вот какое это отношение имеет к тому, что готовят наши бабушки вот этим сочным, продолговатым котлетинком или к тем вот дубовым штукам, которые подавали в школьной столовке со вкусом бумаги? Никакого. Потому что, когда профессиональный шеф или хороший рецепт, зачастую не на русском языке, говорит слово котлета, имеется в виду тонкое мясо на кости. Зачастую это корейка баранья, которая вот у нас так это принято назвать, или бараньи пистолетики мы еще это дело называем. Но практически любой тонкий кусок мяса, срезанный с кости, который где-то в районе ребер изначально был, и нарезан не стейковым форматом, а реально очень-очень тоненько называется в кулинарии котлета. Поэтому шницель, классический немецкий шницель из свинины, это мясо котлета. То есть шницель готовится из свиной котлеты, так называемой. И я долго думал, блин, а почему вот так? Как это вообще произошло? И вот все, что я скажу дальше, это исключительно мои измышления, и вполне может быть это неправда. Просто я к таким умозаключениям пришел, никакого доказательства я этому найти не смог. Смотрите, слово котлета явно в наш язык пришло не очень давно. Очень сложно себе представить какого-нибудь жителя деревни какого-нибудь даже 19 века, который просто из рубленого мяса, явно у него мясорубки не было, из рубленого мяса лепил себе какой-то колобочек, жарил его и говорил, готовлю котлету. Какой-то другой термин, скорее всего, для этого был. Так вот, мясорубка пришла достаточно поздно к нам в обиход. Слово котлета явно пришло не вчера. И что-то мне подсказывает, что киевская котлета имеет к этому прямое отношение. Смотрите, киевская котлета в классике в своей это вот куриный такой колобок вытянутый, да, с косточкой в конце. Вы уж понимаете, к чему я веду. То есть, если мы возьмем вот так вот в анфас, блин, я не очень в фототерминах, короче, вот так вот в профиль или в анфас, как это правильно называется, в общем, мы возьмем этот самый бараний пистолетик, да, и положим также рядышком, боком эту самую котлету по-киевски в двухмерном пространстве, то выглядеть они будут очень-очень похоже. Торчащая небольшая косточка и некое овальное продолговатое мясное нечто. Потому что изначально котлета по-киевски это был такой омаж на французскую кухню, только с заменой дорогого какого-то бараньего мяса на более дешевое куриное, только еще облагорожено каким-то сливочным маслом, с травами в панировке, ну, то есть, более хитрый такой вариант. Только из более дешевой курицы, а не баранины. И получается, что у нас есть блюдо, которое пришло в русскую кулинарию, которое напрямую связано с французской кулинарией, и делается вот из перемолотого мяса. И называется оно котлета по-киевски. Котлета именно из-за того, что там торчит косточка. И получается, что может быть, когда появилась котлета по-пожарски уже потом. То есть, по сути, котлета по-пожарски это та же самая котлета по-киевски, только еще более удешевленная. В ней нету внутри вот этого колобка с замороженным маслом, у нее нету торчащей косточки. Это уже вот колобок. И потом постепенно-постепенно удешевлялось, упрощалось и ушло в народ. И со временем, скорее всего, все вот такое овальное изрубленного мяса из-за отсутствия доступа к информации, но это же называлось котлета, начали называть котлетами. Вот это поворот! Мне так кажется, я так думаю, если у вас есть более точная информация, если есть опровержение моим словам, то напишите об этом обязательно в комментариях. Но что-то мне подсказывает, что самые простые версии зачастую оказываются правильными. И вот моя в данном случае подтверждает это правило. Погнали дальше ко второй половине моего сегодняшнего рассказа. Я тут подумал, если была котлета, котлета же не полноценное блюдо. Котлете нужен гарнир. Да? Поэтому пятое слово, открывающее вторую половину моего рассказа, будет слово гарнир. И блин, ну гарнир, да? Гарнир. Я думаю, сейчас даже друже будет исходить на всякие субстанции, потому что, ну блин, ну с гарниром-то что не так? Давайте послушаем его. Ну это самое простое, братан, братан. Гарнир, гарнир, это когда либо с макарошками, либо с пюрешкой. Вот это и есть гарнир. Ну ладно, ладно, ладно. Ставь лайк этому видео, если любишь с пюрешкой, и ставь дизлайк этому видео, если любишь с макарошками. Очень интересно узнать статистику по моей аудитории, что вам нравится больше. Так вот, я вам пока расскажу. Гарнир в переводе с французского обозначает украшение. Причем в английский оно тоже ушло, не сильно изменившись. И там сейчас есть слово гарниш, что значит украшение. И есть слово сайддиш. Это то, что мы вот вкладываем в слово гарнир. Поэтому, когда мы говорим гарнир, в английской терминологии это обозначается как сайддиш. То есть, на стороне тарелки. Что-то вот, что сбоку тарелки лежит к основному блюду. Тут же получилось как, что во французской кулинарии всегда было, ну как бы, принято украшать блюда. Оттуда пришли съедобные цветы, оттуда пришло натирать цедру или натирать различные там орехи или еще что-нибудь, посыпать разноцветными перцами. Вот это называется гарнир. И во всем мире, когда ты хочешь гарнировать блюдо, ты не прикладываешь туда ложку пюрешки. А гарнирование или гарнирование, не знаю, где тут ударение правильно ставится, поправьте меня в комментариях, это украшение тарелки. То есть, когда у тебя уже есть цельное блюдо, но ты понимаешь, что у тебя огромная тарелка белая, у тебя вот здесь плевочек еды, и нужно как-то это украсить. Ты берешь какой-нибудь там бальзамический уксус и делаешь вот так, как там шефы делают солькой розовой гималайской, посыпаешь вот так. Вот эта солька, вот этот уксус, вот это все цветочки съедобные, это и есть гарнир. Представьте себе, представьте себе такие дела. Мы перейдем к номеру 6, а я вам пока дам время это осознать, что вы все это время ели гарнир, конечно, гарнир. Ну, я думаю, вряд ли вы после этого видео поменяете свое мнение и начнете вот гарнировать свои блюда. Или гарнировать, блин, до сих пор не могу определиться. А все остальное будете каким-нибудь новым термином, макарошки свои новым термином называть. Нет, конечно, понятное дело, что в русском языке оно так и останется, но по-правильному я вам рассказал как. Что, к номеру 6. Давайте уже от каких-то простых штук вернемся обратно к красивым французским терминам. Тут у нас будет слово «consommé». Я не знаю, слышали вы такое слово или нет, но я это видел многократно, особенно в меню хороших ресторанов. За это просили много денег. Это такое «consommé». Интересно, что такое «consommé»? Потому что у меня лично, вот если я услышу это слово, оно вообще ни с чем не ассоциируется. Интересно, что об этом думает мой друг Олег. «Консомé?» Не знаю, вроде болезнь какая-то. Ну, ты, дружи, конечно, изогнул. Естественно, к болезням это не имеет никакого отношения, потому что мы говорим сегодня здесь про еду. И это из серии, как несведущему в иностранных языках туземцу продать что-нибудь простое за очень дорого. Потому что «consommé» – это бульон. И тут можно как бы подумать, так, стопе, стопе, Дима, подожди, есть же слово «бульон». И это тоже французское слово, которое обозначает какую-то жижку, выворку из костей. И да, все верно, есть слово «бульон». И эти два слова не тождественные, не взаимозаменяемые, потому что слово «consommé» – это выбеленный бульон, вычищенный, супер-супер, невероятно прозрачный бульон. Обычно это делают так, берут бульон, туда бросают яичный белок, вот так вот там булькают-булькают, этот белок на себя всю муть собирают, его достают и делают прям мега-мега прозрачный бульон. Причем, я думаю, без использования вот такого метода с белком мусульмане, уйгуры в Китае постоянно делают вот очень вкусный, супер-нажористый, они это, правда, называют суп, который тебе дают вместе с едой. Когда ты приходишь в какой-нибудь там Ланчжоу-Ламьен, я думаю, любой человек, живший в Китае, знает, что это такое, или в Себей-Ламьен, это две огромные сети мусульманских заведений, уйгурских заведений в Китае, то что бы ты себе не заказал, тебе дадут маленькую такую плошечку с невероятно прозрачным бульончиком, очень вкусным, очень нажористым, но супер-прозрачным, который просто посыпан зеленушкой. И вот знали бы уйгуры французский, они бы называли это консоме. Поэтому, придя в ресторан, когда тебе будут говорить, что у нас всего лишь за 25 евро есть консоме с крутоунами, это будет бульончик с сухариками, посыпанными сверху. Вот так вот, просто зная французский язык, можно обычный бульон, которому немножечко приложили усилий, чтобы его отфильтровать и отбелить и сделать прозрачненьким, продать за очень дорого просто чуваку, который хочет не бульончика, а консоме попить или поесть. Я не знаю, бульон едят или пьют? Бульон же, наверное, пьют. Ладно, разберемся с этим потом, переходим к предпоследнему. Тут у нас будет штука, которая обозначается словом-то красивым, французским, но с очень приземленным и простым русским значением, которое любой из вас знает. Это слово винегрет. Смотрите, красивое же слово винегрет. Но когда мы себе представляем винегрет, ну вот Олег, Олег сейчас озвучит то, что мы вместе со мной, вместе с вами себе под этим словом представляем. Чел, камон, у тебя реально начинаются какие-то цыганские фокусы, потому что винегрет это и есть винегрет. Это как картошечка, горошек, свеколка, типа, что с винегретом-то не так? Все знают, что такое винегрет, в любой столовке есть винегрет, что ты начинаешь-то? И тут даже не надо знать французского языка, достаточно слова на английском. И слово это винегр, что значит уксус. Да, ребята, винегрет обозначает любые соусы на основе уксуса, потому что тут мы говорим о длинной-длинной связи британцев, их потомков американцев с германскими и другими североевропейскими народами, которые в основе своей любили и продолжают любить кислую еду. Так уж получилось, что зимушка-зима, зимой особо ничего не растет. И в древние времена не так уж и много было способов что-нибудь вот сохранить на всю длинную зиму. И один из таких способов в холодное время суток либо замораживать, либо сквашивать. И все, что квашеное, то есть, что такое процесс квашения? Процесс квашения это процесс перехода сахаров в уксус. Да, ребята, когда вы делаете квас, когда вы делаете квашеную капусту, то вот эти бактерии, которые попадают из воздуха или вы засыпали их в виде дрожжей, они кушают сахар из капусты или сахар, который вы насыпали вот в квасное сусло. И когда они поедают сахар, они производят две вещи. Если вы им закроете доступ к кислороду, они начнут производить спирт, и у вас будет либо капустная, либо такая квасная бражечка. А если вы им дадите кислород, то они будут производить уксус, и, соответственно, у вас со временем будет сквашеная капуста, либо приятный, любимый всеми, особенно мной, напитчик квас. Поэтому северные народы столетиями, а может быть даже и тысячелетиями потребляли квашеную очень кислую еду с большим содержанием натурального уксуса в этой еде. Естественно, потом в другие блюда начали добавлять уксус. Поэтому в Германии в той же самой огромной популярностью пользуются заправки для салатов на уксусной основе. Естественно, вот как германцы потом превратились в британцев со временем, перешли туда. Это все вместе с их вкусовыми потребностями и перебралось через, я не знаю, через морюшко, через океан. И со временем появились соусы, поэтому если вы возьмете соус HP, кстати, у меня на канале есть про него и про другие британские соусы отдельное видео, посмотрите, очень классно. Он на основе уксуса. Все американские чили соусы, там в 99% этих соусов на основе уксуса. Возьмите табаско. Первое, что вы почувствуете до остроты, это удар уксусом и уксус всегда используется. Поэтому вот эти заправки для салата стали называться венегрет, то есть уксусное, нечто уксусное. И, естественно, когда вот этот салат был изобретен, его начали заправлять чем-то кислым, потому что там есть картошка, достаточно крахмалистый продукт, там есть другие какие-то достаточно нажористые штуки, да, и вот этот плотный, достаточно нейтральный, по сути, по вкусу овощной салат нужно было делать более ярким. Естественно, если русский человек хочет что-нибудь более яркое, он его сделает более кислым, ну, или более жирным, майонезика туда побольше. Наверное, майонезика в те времена, когда изобретался винегрет, еще особо в обиходе не было, поэтому уксус, масло, солька, специи какие-нибудь, вот и получился классический заправка, почему я в мужском роде говорю, короче, классическая заправка к винегрету, поэтому просто помните, что винегрет это не только лишь салат, винегрет это любые заправки с любым салатом на основе уксуса. Вот так вот, прикольная такая вот необычная история. Давайте к самому последнему, тут будет целых два термина. Тут я, друзья мои, задам вам один интересный вопрос. Как правильно? САТЕ через А или СОТЕ через О? Те, кто давно и внимательно смотрит мой канал, знают ответ на этот вопрос. Интересно, знает ли этот ответ Олег? Давайте его и спросим. САТЕ или СОТЕ? Ну, САТЕ СОТЕ СОТЕЙНИК? СОТЕ СОТЕЙНИК? Ты СОТЕЙНИК через СОТЕЙНИК и наверняка что-нибудь про припущивание и растушивание блюд, инфосотка. На самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Правильно. И то, и другое. И это капитально разные штуки, но использовать вы в своей жизни скорее всего будете слово через О. СОТЕ. Потому что, как говорил Олег, есть СОТЕЙНИК и в нем в маленьком количестве масла тушатся овощи какие-нибудь на очень-очень низком огне и такое блюдо как раз называется САТЕ. Я думаю, многие из вас видели или ели САТЕ из овощей. Ну, вот сейчас где-то картинка появляется. И если это делать в большом количестве масло, это называется Конфи. Зачастую вот можно Конфи из утки, когда берут утиную ногу, погружают ее полностью в масло и на супернизком огне тушат вот в этом растительном масле. Это называется Конфи. Это такой вам бонус. Могли бы поговорить об этом в следующем ролике, если вам понравится. Ну, вот когда масло тоненький-тоненький слой, огонь низкий-низкий-низкий, нет воды вообще никакой, только естественный сок овощей, вот такое тушение называется СОТЕ. А что ж такое тогда САТЕ, если ты, Дима, говоришь, что это и то, и другое, все верно. Сейчас расскажу. САТЕ это такой соус, соус на основе арахиса. И этот соус очень популярен в Юго-Восточной Азии для очень-очень маленьких шашлычков на коротеньких шпажках. Эти шашлычки со временем и начали называть САТЕ. Как это слово произошло, не очень понятно, потому что есть несколько разных версий, и основная версия, которую сейчас придерживаются люди, что это одно из индонезийских наречий, один из языков, который используется в Индонезии, чуть ли не на острове Ява где-то, и обозначает он плоть, то есть какая-то плоть, какое-то мясо. И, соответственно, просто, когда я готовлю САТЕ, я готовлю мясо. И, соответственно, люди просто брали куски мяса, нанизывали их на шпажки и жарили на огне или на чем-то еще, и получилась у них готовая плоть, готовое мясо. Соответственно, они это говорили САТЕ, 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 САТЕ. Когда к ним приехали то ли колонисты, то ли люди из других островов, они с ними поделились этим мясом, причем это мясо они поливали соусом из арахисов, делали такой Очень, скажем так, кашеобразный, такой сладковатый, приятный соус. То есть это не арахисовая паста, а более комплексная такая штука. И вот этот соус начали люди называть соус сатэ. То есть соус для плоти, соус для мяса. Поэтому есть сатэ шашлычки и есть соус сатэ. Причем в Китае этот соус очень прикольно переводится, потому что соус сатэ в китайском называется ша-ча. Ша-ча переводится как чай из песка, песочный чай. То есть ша – это песок, а ча – это чай. И вот песочный чай, потому что цвет этого арахисового соуса, он такой песочный очень. И не до конца раздробленные кусочки, которые попадаются иногда в соусе сатэ, если сделать в таком его стиле, дают вот эту песочную такую консистенцию. Поэтому соус сатэ и блюдо сатэ – это маленькие шашлычки и арахисовый соус к нему. А слово сатэ – это вот сотейник, в котором на очень-очень маленьком количестве масла, на очень-очень маленьком огне протушены зачастую в 90% случаев какие-то овощи. И вот это блюдо, которое мы называем сатэ, вот сатэ из овощей, оно имеет место быть, и оно есть во многих кухнях, и оно также называется сатэ. Ладно, чел, я не мог такое предугадать вообще никак. Это слишком хитрая информация для меня, а тут мои полномочия – все. Такие дела. Вот, ребят, таким получился этот ролик. Кто-то, наверное, все это и так прекрасно знал, но я надеюсь, что для большой части моей аудитории какие-то из этих вещей стали приятным и, может быть, местами даже неожиданным открытием. Готовьте с удовольствием, пользуйтесь правильными терминами. Теперь, когда вы будете читать какие-нибудь очень навороченные, серьезные рецепты или слушать очень умных блогеров или очень прокачанных шефов, и они будут какие-то из этих терминов использовать, вы уже будете прекрасно понимать, о чем они говорят. Я же на этом буду на сегодня заканчивать. Спасибо огромное за просмотр, спасибо огромное всем, кто ставит лайки, дизлайки в конце этого видео. Не забывайте, да, лайк, если с пюрешкой, дизлайк, если с макарошками. Очень интересно узнать статистику по моей аудитории. Очень интересно, вот прям реально. И, соответственно, мы с вами увидимся уже очень скоро в новых видосах. Заботьтесь друг о друге. Отличной вам погоды. Подписывайтесь на все мои соцсети, пожалуйста, подписывайтесь на Telegram. Там реально интересно, там бывают бэкстейджи, там бывают какие-то штуки, которые никогда не появятся на канале. А я на этом буду с вами прощаться. У меня на этом все. Спасибо. Пока. Подписка, 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 подписка. Лайк и подписка. Лайк, лайк, лайк и подписка. Ты, короче, а с вами был Славный Дружобломов. А я такой, как Диму и Дима Бабир. У тебя же ника нет, Бабир? Он Дима Че. Или он Дима Димач? Too much. Дима Че, ну тебе Дима канал. Да. Все, врубай. Славный Дима. Продолжение следует...